Древней индийской традиции медицины Айрведе уже более 5000 лет. Если правильно сформулировать определение Айрведы, то мы должны рассматривать на те определения, которые уже созданы великолепным того времени терапевтом Чаракой и хирургом Сушрутой. Как говорил Сушрут, айшреда Айрведа, и как говорил Чарак, айу витдаде анина иди Айрведа. Они приводятся так, как наука жизни или че учение, которое исключительно нам говорит или говорят об жизни, является Айрведой. Еще Чарак, Чарак Санхиты сказал, Айрведа, это учение, это та наука, которая нам показывает правильный путь, говорит о том, что делать. Ишуи говорит, что не делать, что плохо, что плохого, где лежит у нас счастье, что делать, чтобы обрести это счастье, и что не делать, чтобы у нас не было горя. И таким образом определяет нашу продолжительность жизни. Это Исай, ребята. В дирабиндическое время, или в ведическое время, были четыре веды, Рик, Сан, Яджур и Адхарба. Четвертый Адхарба веды, Айрведа, относится больше, и Рик веды тоже. Йога относится больше, Яджур веды. Были великолепные книги, которые писали Чарака Сушрута, такие как Чарака Санхита, Сушрута Шамхита. Чарака Санхита, Сушрута Санхита и Аштанга Санхита, который писал Бхагбат, вместе обрело название. Брихата Трои, значит, Большая Троица. Если мы будем рассматривать на принципы айрведической физиологии, то мы видим, что вокруг нас Вселенная, которая состоит из пяти тонких элементов, таких как Ака, Зваю, Джала, Огни, Притвы, значит, Воздук, Огон, Вода, Эфири, Земля, они еще и состоят из таких Гуна. Гуна, значит, качество. Это сатва радиостама, что есть чистое качество, чистое плотность характера, потом радиотический характер, то есть качество, как у радиокороля, и невежество. Они сочетаются и создают вот эти элементы Вселенной. А вот эти элементы Вселенной, которые вместе называют Панчамахапута, то есть пять элементов Вселенных, базальных, создают, сформируют души. Души – это различные стихи, такие как Ватта, Питта, Кафа. Ватта – это воздушные стихи, которые состоят из воздуха и эфира, Пита – из огня и воды, Кафа – из воды и земли. Их иначе можно назвать как шкал, и шкалы чего? Мы определяем у человека истинный воздушный физио-эмоциональный чип конституции, по-эрбитическому называют прокруты или прокричи. Еще и в этой шкале определяется у человека дисбаланс, то есть выкруты, зависимость от нарушения, ежедневное расписание образа жизни и питания. Обретают различного рода нарушения, которые причиняют именно жалобы, симптомы, синдромы и вплоть до возникновения заболеваний. Вот почему эти души нам важны. Почему назвали душами? Потому что душа – это виновность. Когда человек что-то нарушает, он немножко уходит от истины или от прямого пути, и, соответственно, что-то меняется. Из-за этого их называют душами. Вот этот шкал очень важен, потому что аюрведический доктор или современный медицинный доктор со знанием, аюрведический медицинный определяет тип конституции и дисбаланс по внешнему виду, по уху, глазу, волосу, по коже. Называется система пятижеркал по этой системе, еще и по заданным вопросам или по опросу и по соприкосновению, по тургорам кожи и так далее. Еще и то, что самое важное, это нари-парикша, то есть пульсовая диагностика. И в конечном итоге, как аюрведический диагноз пишется в виде вата-питагафа прокрутый и дисбаланс. И таким образом решается не дан диагноз или диагностическая гитерия или лечение. Еще и панчакарма и даются различные рекомендации. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok